Конкуренция «Вечный двигатель» Белорусская торговля объявила сезон распродаж. Подробнее о скидках расскажет наш экономический обозреватель Алексей Мартиненок. Алексей, здравствуйте. Так где искать товары на любой вкус и, как я понимаю, по весьма привлекательным ценам? Добрый вечер, Сергей. Практически все крупные универмаги столицы в этом месяце предлагают покупателям серьезные скидки. Выгодные цены ждут охотников за непродовольственными товарами. Покупку можно будет совершить в среднем на 20% дешевле. А один из торговых центров даже заявил скидку в 50%. В общем, есть повод заранее продумать, где и как выгодно устроить шоппинг. Сезон отпусков корректирует валютный рынок. Белорусы по традиции к середине лета стали активно покупать доллары и евро. За первый летний месяц спрос на наличную валюту вырос на треть. В чистом виде на руки поступило почти 140 миллионов долларов. Всего же за полгода белорусы купили 3 миллиарда долларов. Продали на 640 миллионов больше. Сладкую жизнь белорусским кондитерам обеспечивают поставки в СНГ. Больше 90% экспорта шоколадных изделий приходится именно на рынок Содружества. Ко Всемирному дню шоколада, который отмечается сегодня, статисты подсчитали, за прошлый год в Беларуси продано 112 тысяч тонн шоколада и других кондитерских изделий. Налоговая служба начинает кампанию поиска тех, кто не участвовал в финансировании государственных расходов в прошлом году. Чтобы не обнаружить себя в списках, следует помнить, в Беларуси нет базы данных о тех, кто занимается воспитанием ребенка до 7 лет. Такая же ситуация с людьми на заработках в России. Потому в налоговой ждут доказательства того, что человек трудился на территории соседней страны. В то же время белорусы урезали свои денежные переводы из России. Физлица за несколько месяцев отправили в нашу страну 24 миллиона 424 тысячи долларов. Год назад сумма была почти в полтора раза больше. По информации банкиров, средняя сумма одного перевода составляет 227 долларов. Известно, что на заработки в Россию в начале года отправилось 729 белорусов. В основном по рабочим специальностям. На валютно-фондовой бирже сегодня состоялись очередные торги. Белорусский рубль окреп к корзине и всем ее составляющим. Доллар снизился на 4 пункта, евро на 89. Российский рубль тоже стал дешевле, но не намного. Теперь мы в курсе. Это были новости экономики.